Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Я продолжаю искать себе квартиру в Ельце, для того, чтобы отремонтировать и сдавать туристам. Сегодня вот такой вот дом, особняк 19 века. В нем продается очень маленькая квартира, 19 квадратных метров, жилая площадь 10 квадратных метров. В общем, удивительная штука. Давайте я вам ее покажу, ну и подумаем, стоит брать ее или нет. Погнали! Так, друзья, пойдемте смотреть. Такое вот симпатичное ворота. Заходим во двор. Тут заброшечка. Ну, как я люблю. Обязательно должна быть заброшечка. Двор. Заброшечка. Так, вход в квартиру где-то сзади. Ух! Че это с ним? Это для красоты здесь, да? Это часть расстелена, но, видимо, у него памятник. А, это памятник, да, какой-то? Да, здесь всегда. У нас очень много такого. Так. Ох! А тут есть соседи, да, живут рядом? Да, здесь я живу. То есть тут, получается, лестница, она на двух хозяев. Да, здесь на две квартиры. Блин, ее не поменять, да? Ого! Тут прям утес. Ага. А, то есть здесь сейчас живут? Я думал, она не жила. Вот, газ есть. Газ. Ну, плиту газовая. Она здесь стояла, поэтому ее убрали. А она вообще, то есть сейчас договор расторжен с Газпромом над новой заключателем? Нет. Здрасте. Закроем. Так, это, получается, у нас прихожая, да? Прихожая кухня. Да, ну, то есть, пожалуйста, мы можем так и делить. Что там, газ не пользуется, да? Да, да, да. У меня это самое. Раз в три месяца звоню, потом там еще нет. Ага. Открывается. Так, а тут можно свет включить, да? Тут санузел. Так, тут микро-туалет и микро-ванна. Ну, есть обогреватель. Вот, собственно, на месте печки сделать... Ага. Так, рак... А, ну, канализация здесь есть, да? Да, конечно. Центральная канализация. Угу. Вода горячая от бульвера. Потолки тут метра сколько вообще. Да, тут вот хозяйке предлагали сделать на втором уровне. Второй уровень. Вообще, с ума сойти. Надеюсь, получается, жилая комната. Да, жилая комната и вот такая вот глухая комната. А вот эта стена несущая, ее можно вот это сносить? Ну, судя по толщине, не несущая. Ага, то есть можно снести и будет типа одна. Вот так, друзья, выглядит комната. Очень высокие потолки. А, то есть вот здесь получается... Там ванна с туалетом, да. Там вместо печки сделана ванна с туалетом. То есть вот эту стену можно убрать. Ну да, здесь можно второй уровень, мне кажется, сделать. Как в Питере же так делают вообще. Я вот на фотках вот это смотрел. Вот это что такое? Это котел? Да. А он, ну, по документам он существует, да? То есть там есть договор с электриками и типа отопление электрическое. Да, в розетку включается, температура регулируется, таймер. Но я вам сейчас могу в розетку? Не-не, я понял. Ну, то есть тут прям... Я думал, просто вы сказали по телефону, типа, обогреватель висит. Я же испугался, что тут такое. Я вам сказала, что обогреватель висит, но работает он от электричества. А, мне просто показалось, что тут... А то есть плата из электричества здесь меньше, чем если по счетчику. Ну, скорее наоборот. Да, тут за электричество побольше. Не, ну просто обычно, когда... То есть тут тариф меньше. Тут КПД было бы гораздо выше, если газ. Потому что площадь небольшая, а там... А котел тут можно повесить? Теоретически можно. А вот это что за окошечко? А это вот, обратите внимание на потолок, вы видите, это была когда-то... А, это была общая комната огромная. Это был вообще барский дом. И его как-то непонятно попилили. Кто как отгородился, так и сделали. Как правило, барские дома превращались в коммунальки. А здесь был котел, вы не знаете? Здесь нет. Здесь, ну тут вот газовая плита на входе стояла. Понимаешь? Всегда тут было вот так, да, отопление? Нет, тут как, всегда было отопление, печка у тебя была всегда отопление. Потом вот тебе электричество подключили, он узаконен, на него есть договор. Можно вот здесь котел просто двухконтурный повесить? Плита газовая, это ладно, это не так важно, сейчас электричество. Так, друзья, поподробнее немножко о коридоре. То есть вот квартира 9, тут же вот люди. Это вход в загоревшую часть дома, в расселенную. Это, видимо, кладовка. Здесь такой пол. Лестницу не заменить. Если была индивидуальная лестница, я бы, конечно, поменял. А тут она на двух хозяев. Вот такая вот история. Пойдемте посмотрим на дворные постройки быстренько. Ну, расположение хорошее. Это центр города. Сейчас выйду, покажу дом снаружи. То есть есть крылечко. Есть крылечко. Есть где покурить, типа беседку можно построить. Есть где полазить. Косокровище показать, да, сразу вообще. Есть вон туалет уличный. Видите, как замечательно. Вот здесь. А что тут дальше? Вообще классно. Мне нравится. Вон еще какой-то дом. Куда-то проход. Ну, так вот. Ну, что скажешь, как тебе? Не знаю, надо подумать. Надо подумать. Да, тут, мне кажется, очень-очень страшный заход. Да. Это вот, если для туристов, то будет очень страшный заход. Так. Мне не нравится заход в квартиру. Вот то, что во дворе, забавно. Тут заброшки, но они какие-то такие милые, знаете. Приятные. Даже полазина можно. Арчные своды прям. Класс. Вот. И вход на самом деле очень приятный. Прям кайф. Вот тут бы, да, вот здесь вот купить квартиру. Но это в основной части дома. У них там, видимо, газ есть. Вторая. Какой-то сарайчик еще тут принадлежит. Вот. И здесь вот приятненький входик, нет? Вот тут ты повесил свой этот для ключей. И смотрите, друзья, что у нас... О! Что у нас снаружи. То есть вот центр города, вот там. Тут буквально два квартала до него. А вот дом снаружи выглядит таким вот образом. Хорошенький. Вот. В общем, друзья, сейчас цена, получается, миллион пятьдесят. Ну, наверное, за миллион его за девятьсот даже, может быть, отдадут. Вот, вдруг кому-то понравилось. Пишите. Дам контакты. На вид он есть. Вдруг купите, поселитесь. И напишите в комментариях, что вы думаете, стоит брать или нет.